Тактическое ядерное оружие. Что это такое? Это гарантия ненападения. Разве Запад уже не предпринимал попытки вторжения в Республику Беларусь, но гибридного? Корень зла вне самостоятельности Европы. На сегодня как раз таки вот все эти инициативы Беларуси по переговорам, по решению вопросов за столом переговоров, они не просто не потеряли актуальность, они получают поддержку все большего и большего количества стран мира. Если ругают, значит все хорошо. Вот Путина с Лукашенко ругают прекрасно. Упаси Господь, что когда-нибудь их будут на Западе хвалить и говорить, что они молодцы. Значит это новый Горбачев или новый Зеленский еще хуже, чем Горбачев. То есть это страшно. Они санкции, а мы безвизовый режим. Казалось бы, мы что слабые? Нет, мы сильные. Олег Сергеевич, я вас приветствую. Добрый день. Важная тема для Беларуси и для беларусов. Ядерное оружие в нашей стране. Решение уже принято. На ваш взгляд, какие главные мотивы для принятия такого решения и как оно повлияет на ситуацию, ну как минимум, в регионе Восточной Европы? Несколько причин. Первая причина это то, что мы видим, что те страны, которые говорили, что мы никому не угрожаем, мы нейтральные, мы мирные. Это их не спасало от военного вторжения, это их не спасало от уничтожения и разрушения. И таких примеров мы видели очень много. Второе. Разрушение международных устоев, которые установлены были после Второй мировой войны. Мы же верили в это все. Мы подписывали искренне эти документы. Беларусь один из основателей Организации Объединенных Наций. И мы надеялись, что никогда больше войны не будет. На самом деле это искренне так верили. И мы видим, что международное право уничтожено сегодня. Никаких гарантий, которые раньше давали, они сейчас не действуют. Есть только право сильного. И единственный вариант избежать войны, а беларусы не хотят войны. Мы проводили всегда политику, направленную на мир. Мы никогда никому не угрожали. Мы не хотим воевать. Мы хотим спокойно жить, развивать свою страну. Хотим, чтобы дети жили в мире. Это наша мечта. Это то, за что мы боролись, за что боролся наш президент многие годы. Мы видим, что единственный способ избежать войны – это быть сильным. Чтобы понимали, что при любом нападении на Беларусь мало не покажется. И еще один фактор немаловажный, который спровоцировал это – это несамостоятельность Европы и сателлитов США. Мы прекрасно понимаем, что литовский народ, польский народ не хотят войны. Как и не хотел украинский народ на самом деле воевать. К сожалению, их не спросили. Потому что эти страны утратили суверенитет и государственность в полном смысле этого слова. И сегодня их могут кинуть в пекло войны, не спрося их, ни их желания, ни их мечтаний, ни их национальных интересов. Мы это видим, что американцы готовы взорвать всю Европу. Украина – это один из элементов. Мы это видим. Значит, чтобы избежать войны, мы должны охладить горячие головы. Чем? Не агрессией, а силой. Мягкой, спокойной силой, чтобы они понимали, что нас трогать нельзя. И здесь тактическое ядерное оружие. Что это такое? Это гарантия ненападения. Посмотрите, они не вторгаются в Иран. Хотели бы давным-давно. Иран – ключевая страна Ближнего Востока. Ну, у Ирана так не доказано. Есть ли у них ядерное оружие? Хотя свою ядерную программу они не останавливали. Да, но боятся. В Ирак они не боялись вторгаться. Потому что знали, что ни химического оружия, ни биологического, которое они врали, что есть у Саддама Хусейна, есть. Они знали, что его нет. Поэтому они влезли туда. Поэтому единственный вариант – быть сильными. Тактическое ядерное оружие – это гарантия, что военного вторжения в Беларусь не будет. То есть мы минимизируем это по максимуму. Гарантии никто все равно не даст. Но это минимизирует какие-то негативные последствия. Поэтому это основные причины. То есть хочешь в мир, а готовься к войне. Другого пути никакого нет. Это очевидно. Как, например, если вы ночью встретите бандитов посреди улицы и будете их уговаривать вас не грабить и не бить. Единственное, что вас спасет, это если вы достанете пистолет и покажете его. Они разбегутся. А уговоры не помогут. И с государствами то же самое. Ничего другого нет. Мы видим, что слову Запада верить нельзя. Они же обещали после развала СССР не расширять НАТО. Они обещали, что они желают нам процветания и добра. Помните, когда они гуманитарную помощь направляли? А карачка эти куриные в Россию и на другое постсоветское пространство. А в это время вывозя миллионы долларов и все национальное богатство, которое в этих странах было. То есть им верить нельзя. Они сами вынуждают нас действовать, потому что мы не верим им. А Минские соглашения. Они вытерли о них ноги. Когда Беларусь, например, я говорю за свою страну, потому что я гражданин Беларуси и депутат белорусский. Мы сделали все тогда для того, чтобы был мир на Украине. И президент сделал огромное количество мероприятий и дел, чтобы действительно был мир. Мы всегда все это делали. Они вытирают об это ноги. Как мы можем верить? Сегодня они говорят, мы никогда не нападем на Беларусь. Мы Беларуси не угрожаем. Но они говорили то же самое и пять лет назад, и десять лет назад. Говорят, посмотрите, периодически выскакивают высказывания, пусть отставных, но генералов, например, польских, которые говорят, мы готовимся к вооруженному вторжению. И это правда. Ведь надо же понимать, что то, что не могут позволить все официальные лица, отдают на откуп вот таким вот персонажам. То есть, значит, эта мысль, она обсуждается. Более того, эти персонажи прощупываются просто мнение и внутри страны и смотрят на реакцию. Есть еще и дела, значит. Более того, первое, этим отставным персонажем, хотя это не такие отставные персонажи, бывших генералов не бывает, мы говорим сейчас о польском генерале сухопутных войск, МИД не опровергнул его заявление. Официальные лица Польши не опровергнули его заявление, нигде опровержения не было, нигде никто не возмутился его высказыванием. Это первое. Второе, мы смотрим на дела, не только на слова. Мы смотрим на то, что сегодня наши соседи нагнетают ситуацию на границе, они бросают огромные деньги на вооружение наступательного характера. Они у нас на границе выставляют вооружение наступательного характера, концентрируют огромное количество личного состава. Второе, мы видим новости о размещении и тактического ядерного оружия на территории Европы, которое там размещено давным-давно. Более того, о некоторых фактах размещения Соединенные Штаты даже не уведомляют мировое сообщество. Мы прекрасно это видим и понимаем. То есть мы видим действия. Ну и еще один момент немаловажный, а разве Запад уже не предпринимал попытки вторжения в Республику Беларусь, но гибридного? Я беру попытки цветных революций на территории нашей страны. Прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, причем оно не только с помощью денег и поддержки различных элементов пятой колонны, НКО, фондов, политических партий, которые работали на Запад десятки лет и здесь сидели у нас в стране. Я говорю и о подготовке террористов, боевиков, то, что мы видим в последние годы, в том числе в той же Польше. Более того, по официальным телеканалам, которые там транслируются, мы видим сюжеты, где рассказывают о подготовке этих экстремистских формирований. А эти телевизионные каналы получают деньги из бюджета польского. И это официальная политика Польши. Поэтому мы видим дела, не только слова. Если бы все ограничивалось выступлением маргиналов или каких-то радикальных националистов, но мы видим дела. И мы понимаем прекрасно, что если мы будем верить просто на слово им, официальным лицам, или если мы будем относиться к этому несерьезно, мы можем получить огромные проблемы. Поэтому мы работаем на опережение. Но еще одну мысль хочу сказать. Мы начали это делать не сегодня. Слава Богу, что после развала СССР, когда к власти пришел Лукашенко, избрался президентом, он не поверил в увещевание Запада, когда ему говорили уничтожить армию фактически, уничтожить спецслужбу, уничтожить хранилище для тактического ядерного оружия, убрать всю инфраструктуру. Вы же будете жить в мире. Мы никогда не будем угрожать. Вот президент тогда не поверил, и слава Богу, что он все это не уничтожил. Поэтому сейчас на этой базе, которую мы тогда сохранили, нам стало гораздо легче наращивать усилия и военные, и спецслужб, и сохранить страну, и укрепить ее. Ну смотрите, милитаризация региона, ведь на самом деле и белорусские, и военные, и не только, и политики говорили об этом очень много и давно. Происходит не первый год, и гораздо раньше, чем началось СВО. Говорили об этом много. И про вооружение польской армии, и про перевооружение. И не только. Начался конфликт на Украине. Казалось бы, парт должен быть выпущен. Ну, как минимум, опять же, я говорю о регионе Восточной Европы. Но нет, мы этого не видим. Мы наблюдаем, наоборот, новую эскалацию гонки вооружений. Мы видим новую милитаризацию. И такое ощущение, что маховик этот только запускается. Где, на ваш взгляд, стопор у него? Корень зла вне самостоятельности Европы. Мы всегда мечтали о независимой, суверенной Европе, о независимой, суверенной Литве, Украине, Польше. Но беда в том, что США никогда об этом не мечтали. Когда развалился СССР, самая большая иллюзия, это что кто-то верил, что они мечтают о 15 независимых, сильных республиках на месте СССР, которые бы развивались, были сильны экономически. А еще кто-то верил, что американцы бы хотели сильную Европу видеть. Нет. Вот корень всех вот этих проблем в том, что Европа не самостоятельна. Если бы Польша отстаивала свои национальные интересы польского народа, власть нынешняя, которая там находится, они бы делали совсем по-другому и ввели другую политику. Что хотят поляки? Они хотят хороших отношений с Беларусью, прозрачную границу, чтобы грузы и товары... Вы говорите о простых людях. О простых людях. Я не вернулся. Простой народ. Что хочет в отцом мире простой народ? Того же хотят, я уверен, литовцы и немцы, и белорусы и русские. Конечно, в любой стране провести опрос в любой стране. Да и американцы, я уверен. Все хотят нормально жить, чтобы был мир, чтобы не было войны, чтобы было хорошо. И тут самый главный фактор. Самостоятельная страна или нет? Вот Беларусь независимое суверенное государство. Лукашенко независимый президент. Он проводит политику в национальных интересах страны. Поэтому она миролюбивая. Только поэтому. Да, но у нас же диктатура, как они говорят. Это по их пониманию диктатура. После последних событий в США, когда Трампа уже арестовали дважды, верить в какую-то демократию может только сумасшедший. Как президент сказал, у нас святая диктатура по сравнению с вашей демократией. Человек, который имеет огромный рейтинг в Америке, человек, который имеет огромную популярность, вдруг выкапывают факты десятилетней, двадцатилетней давности, какие-то непонятные, начинают ему менять только с одной целью. Потому что начинается предвыборная кампания в Соединенных Штатах Америки. И эта страна учит нас демократии. Поэтому вот фактор милитаризации, несамостоятельность Европы. Теперь посмотрите, чем ближе... Она же не станет в одну секунду самостоятельно. Это надо тоже понимать. Нет, нет. Усталость должна накопиться. Вот она уже есть в Европе. И мы видим еще, та страна, которая более независима, она позволяет себе больше немножко говорить. Та же Германия до последнего сопротивлялась американскому давлению. Они отстаивали северный поток до последнего. До последнего пытались с Россией поддерживать хорошие отношения, потому что это в их национальных интересах. Но додавили и Германию. А сейчас леопарды поехали на восток. А Литва и Польша, она в принципе существует вот эти последние годы только за счет прямой американской помощи. Но эти деньги вваливались не для того, чтобы поляки-литовцы хорошо жили. Им нужны свои сателлиты, как антироссийский плацдарм. Для этого и в Украину вкачивали миллионы долларов. Только для этого. Никогда они не переживали, что украинцы плохо живут или хорошо. Как сейчас никто не переживает, сколько их гибнет за то, чтобы доллар сохранил свою силу в мире. Чтобы американцы не потеряли Европу. И теперь еще один важный момент, который надо понимать. Американцы не верят и никогда не верили в победу Украины против России. В это не поверит ни один здравомышлящий человек. Цель другая. Ослабить Европейский Союз, добраться потом до Китая и попытаться ослабить Россию. Их задача не мир и не победа Украины. Их задача, чтобы Европа полыхала как можно больше. Чтобы вот эти события происходили год, два, три, пять, десять. Потому что Европа будет слабеть. А раз она будет слабеть, американцы будут ее контролировать. Их экономика за счет этого будет конкурентоспособна. Доллар укрепляться. И они смогут решать свои геополитические задачи в мире. И задача только в этом. Другой задачи нет. Никто из них ни в какую победу не верит. Они это прекрасно знают. Каждый день рассказывают сказки, что они борются за демократию. Ну тогда надо внимательно смотреть на президентские выборы в Соединенных Штатах. Очень внимательно. Ну во всяком случае то, что сейчас говорит Трамп. Опять же вспомню еще раз Александр Лукашенко. Не случайно сказал будем болеть за Трамп. Ну хотя бы от него ну хоть какая-то. Новость вселяющая надежду. То есть человек говорит, если я буду президентом, я остановлю это в течение 24 часов. Уже хотя бы поэтому я бы тоже болел за Трампа, наверное. К сожалению, выборов там демократических нет. Но если бы Трамп был президентом, мое мнение как политика, войны бы на Украине не было. И это, на мой взгляд, не только мое мнение. Это мнение очень многих экспертов, аналитиков. При этом мы не должны питать иллюзии от президентских выборов США, потому что мы на протяжении всего периода времени помним, что если у власти демократическая партия или республиканская, их политика, она всегда была, ну не совсем, буду мягко говорить, дружественной по отношению к нам. Да, президенты менялись. Но нам бы хотелось, чтобы Америка больше занималась своими внутренними проблемами. И у них их там достаточно накопилось. Но беда, что они все годы свои внутренние проблемы решают за счет других. Вы посмотрите историю, если взять. Как только у них какой-то кризис намечается, развязывается война. Ирак, ИГИЛ, Сирия. Много примеров можно привести. Всегда все было связано с внутренними проблемами в Соединенных Штатах Америки и решением за счет внешнего фактора своих проблем. Но здесь есть одна мина, которую они себе получили. Вот за счет России они плохо историю учат. Всегда все выйдет наоборот. Вот сегодня все их планы, они рухнут. Всегда, когда кто-то пытался за счет России решить свои проблемы, заканчивалось все очень-очень плохо. И то же самое ждет их всех, кто мечтал о том, чтобы поставить на колени Россию и Беларусь. Не получится. Историю не учат. Вот пусть учат историю. Лучше бы они там колыхались в Африке, на Ближнем Востоке и там от них устали. Но здесь они всегда обламывали зубы. И будет здесь то же самое. Меня вот с точки зрения истории на самом деле поражают, опять же, поляки, но не поляки в плане польский народ. Нет, ни в коем случае. А именно польские политики сколько раз делили речь посполитую. Беда нынешней Польши, что они хотят построить Великую Польшу сейчас. И сейчас снова вот эти вот идеи витают и пытаются их возродить. Беда Польши. Но, ребят, ну никогда еще у вас это не получилось. Ну неужели вот исторический опыт вам ничего не подсказывает? Вот не получится. Вот они сейчас опять мечтают о Великой Польше, о Новой Речи Посполитой. А опять за счет кого? Сейчас за американские деньги. Но опять не учат историю. Американцы всегда своих союзников обманывали и кидали. То есть рано или поздно это все закончится. А на что еще Польша собирается рассчитывать? Каким образом она строит Великую Польшу, поругавшись со всеми соседями? То есть с Германией у них сейчас конфликт, с белорусами конфликт, с Россией конфликт. А это граница, а это товары. Прямая американская помощь. Или у них есть газ, нефть. Может в Польше нашли огромное количество золота и алмазов, которые они будут продавать. Их экономика будет полностью независима от других стран. Но это же сказка. Более того, мы прекрасно знаем, что на сегодня большинство польских компаний серьезных принадлежит другим странам. Великобритания, США. В этом проблема элиты польской. Она не самостоятельна. Поэтому никакой Великой Польши не выйдет. А Речь Посполитая их рухнула в 2020 году, когда в Беларуси не получился госпереворот. И уже никогда никакой Речи Посполитой, никакого Междуморья, о котором они мечтали, не будет. Сейчас у них мечта забрать Западную Украину, контролировать ее, поделить. Об этом наш президент говорил тоже не один раз. Может быть это будет непрямая аннексия. Если все имущество будет принадлежать Польше, полная зависимость экономическая Западная Украина от Польши, а это уже есть. Где тогда независимость, где суверенитет? Но и это их до добра не доведет. Они опять забывают. Забывают Бандеру, забывают, что делал Шухевич в Польше, что творили с ними украинские националисты. И любые заигрывания с фашизмом, с радикальным национализмом ни к чему хорошему не приведут, как ни к чему хорошему не привели Украину. Все начиналось с мягкого национализма. Я прекрасно помню, как после развала СССР первый президент независимой Украины игрался с националистами, надеясь, что эта игрушка не выйдет из-под контроля. К чему все привело спустя десятилетия? Мы видим, никогда в эти игры играть нельзя. И поляки, которые сейчас, польская власть, играет в национализм, в такой жесткий национализм, начинают заигрывать. Ни к чему хорошему это для самой Польши в конечном итоге не приведет. И путь у них один все равно. Сильная Польша может быть сильной только в хороших отношениях с Белоруссией и Россией, как и Европой. Никогда не станет сильной, пока не наладят с нами отношения. Это невозможно исторически. Никогда они сильными не будут. Сегодня они все положили на алтарь Байдена. И США. Они полностью зависят от энергоносителей Соединенных Штатов Америки. Они все равно покупают российский газ и нефть только через посредников втридорого. Где независимость Европы? Производства европейские потихоньку начинают переносить в другие страны. Разве за это боролась Германия в свое время, когда учреждали Европейский Союз? Я помню времена, когда евро был сильнее доллара. Причем гораздо сильнее. Неужели они не понимают, что американцев это не устраивало? Что им это не нужно? Им не нужна сильная европейская экономика. А представьте на секунду. Северный поток 1, Северный поток 2. Газ дешевый в Европе. Производство растет. Хорошее отношение с Россией и Белоруссией. Грузопотоки товаров с Китая, с Азии. Все идет через Европу. Это страшный сон американцев. Сильная Европа, о которой когда-то говорил Путин и Лукашенко. Помните, вот эта идея от Бреста французского до Владивостока. Это их страшный сон. Поэтому они все сделали для того, чтобы вначале поссорить Россию с Европейским Союзом. Развязать войну. А сейчас все делают, чтобы Европу внутри расколоть. Они же Польшу поддерживают не только против России. Им нравится, что Польша в Европе отстаивает интересы американцев. Вдумайтесь, лозунг президента Польши Дуды на выборы. Больше Америки в Европе. Это его лозунг. Это разве национальные интересы поляков? Где американцы находятся? Где-то на острове. Неужели кто-то с поляков верит, что они за них сильно переживают? Это же сказка. Но это сказка, за которой стоят деньги, миллионы долларов. Как и сейчас на войне обогащаются огромное количество людей. Когда украинцы гибут, когда матери получают похоронки, огромное количество людей ложат миллионы долларов в карманы. В сегодняшней ситуации, какие еще может быть, на ваш взгляд, не исчерпаны ресурсы нашей страны, чтобы снова стать донором мира, донором стабильности, донором спокойствия. Ну, стабильность и спокойствие мы как бы остаемся, но чтобы снова сыграть какую-то заметную роль в установлении мира в регионе. Мы сейчас выполняем огромную роль. Вся Европа, вот простые европейцы должны благодарить Беларусь и стоять, благодарить нашего президента, что Европа на сих пор не полыхает. Объясню почему. Ведь они все делали, не другие, чтобы втянуть Беларусь в войну. И если Беларусь была не самостоятельна, война уже полыхала. Просто президент наш независимый. Беда в том, что они не независимы. А мы вот как раз таки сегодня спасаем Европу от войны своей вдумчивой политикой, тем, что не поддаемся на провокации, тем, что проводим политику, направленную на мир. Европа должна быть благодарна. Благодаря нам они до сих пор еще не полыхают. В 2020 году бы, если бы получился госпереворот, вся Европа была бы уже полыхала. И в Беларуси была бы война, и Польшу бы тянули, все бы уже полыхало. Это был бы дополнительный фактор, и у американцев бы ставки были выше. Вот Украина, а теперь представляем Беларусь антироссийская. С базами НАТО это все бы было. С гражданской войной внутри, которую бы здесь организовали. Это же вообще прекрасно. Американцы бы радовались, и полыхала бы уже вся Европа. Туда же и Польшу бы закинули, которая бы пыталась оккупировать бы часть Беларуси, о чем президент в 2020 году рассказывал. И второй момент по мирным инициативам. На сегодня как раз таки, вот все эти инициативы Беларуси по переговорам, по решению вопросов за столом переговоров, они не просто не потеряли актуальность, они получают поддержку все большего и большего количества стран мира. На сегодня об этих же инициативах, которые говорит Беларусь, говорят и в Африке, и на Ближнем Востоке, и в Азии. Причем разные страны, начиная от Китая, заканчивая странами Азии и Ближнего Востока. Потому что все прекрасно понимают, любая война заканчивается миром и переговорами. Вопрос когда и какой ценой. Беларусь всегда говорила, давайте сейчас об этом говорить, не потом. Потому что каждый день это гибель людей. И еще, когда мы говорим о мире, надо всегда начинать с геополитики. Кто может быть заинтересован в мире на Украине? В первую очередь соседи. Потому что, вот например, белорусы, нам нужна война по соседству? Нет, это рядом с нашим домом. Кто еще должен быть заинтересован в мире? Польша, Литва. Если бы они были независимыми, им нужна война? Европе нужна война? Беда в том, что они не самостоятельны. Если бы были самостоятельны, они бы уже сегодня Зеленского посадили за стол переговоров. Европа хочет мира. Ей не дают этот мир сегодня сделать. Почему? Не самостоятельность политиков европейских, которые находятся у власти. Где люди масштаба Берлускони, который вот умер? Если бы был Берлускони такой, как Берлускони у власти, я думаю, что он бы сумел больше сделать для мира на Украине. Где люди масштаба Деголя? Где люди масштаба хотя бы Меркеля? И когда мы говорим о Меркеле, я вот единственное про нее вспоминаю, как она с президентом нашей общалась. Я думаю, кстати, она, когда подписывала Минские соглашения, хотела мира. Потому что она, как канцлер, все-таки отстаивала интересы Германии. Я помню, как она выставила отношения с Россией. Но сейчас она не смогла пойти против Минстрима, который есть в Европе. И вынуждена была сказать, вы знаете, я тоже не верила в Минские соглашения. Вопрос только, зачем я это сейчас уже? Опозорилась. Могла бы сохранить лицо, на самом деле. К сожалению, вот так. Поэтому беда именно в этом. А то, что наши инициативы сейчас, наоборот, актуальны, это правда. И более того, наша роль в регионе не только не упала, она осталась и растет. Мы и есть донор мира. Мы сейчас боремся за мир. Мы сейчас каждый день боремся за мир, в том числе размещая тактическое ядерное оружие. Как бы это ни звучало. Мы его размещаем, чтобы не было войны. Мы не хотим войны, поэтому размещаем тактическое ядерное оружие. Чтобы вы видели и понимали, не надо нам война. Мы не хотим ее. Роль Китая, на ваш взгляд, какой может быть здесь? Китаю нужен многополярный мир. Китай бы хотел, чтобы мир был многополярный и действовали международные правила. Китай никогда, кстати, никому не угрожал. Он всегда боролся в ООН, во всех организациях, кстати, занимал такую же позицию, как Беларусь. Что мы хотим? Мы же всегда говорим об одном. Давайте соблюдать те международные стандарты и правила, которые мы когда-то все вместе подписали. Они актуальны до сих пор. Китай борется за это. Не вводите санкции, не допускайте двойных стандартов, не вторгайтесь в другие страны, не властьте в политическую систему других стран. Например, когда сейчас идет борьба за Африку, почему у китайцев получается в Африке иметь влияние? Потому что они не свергают режимы, они не лезут во внутренние дела страны, они работают честно, насколько это возможно в современных международных отношениях. Что нужно Китаю? Китаю нужна сильная Европа без войны. Китаю не нужна война, чтобы в Европе полыхала. Слабая Европа – это риск для Китая. Дело в том, что чем больше несамостоятельных вот таких стран, которые под кем-то лежат, это огромный риск для международной политики, в том числе и для Китая. Потому что посмотрите, как Европа, например, вводит санкции. Себе в ногу стреляют. Разве сильная страна независимая будет так делать? Разве Беларусь, даже когда в отношении нас вводили санкции, наше правительство никогда не вводило санкции асимметричные, которые бы били по нам же. Мы всегда все просчитываем, что это нам принесет, какая польза будет для нашего бизнеса, для наших предприятий государственных. Мы никогда по себе не бьем. Европа же, простой пример, Литва. Литва в угоду США делает все. Если скажут завтра президенту Литвы повеситься, вот Байден позвонит, команду даст, значит, слушай, иди повесь. Я утрирую, но я думаю, что он пойдет и скрипя сердцем это исполнит. Вот это суть нынешней внешней политики Литвы. Мы с Китаем поругались, с Россией поругались, с белорусами поругались, со всеми поругались. Ради чего? Ради своих национальных интересов. Китаю это не нужно. Китаю нужна сильная Европа, мир, торговля. Китай экономикой работает. Есть хорошая пословица в Китае. Юань сильнее патрона, а они работают по-другому. И мы должны всегда это помнить и знать. И не надо там питать иллюзией, что Китай полностью будет когда-то поддерживать, например, Россию. Это и не нужно. Китай должен свои национальные интересы отстаивать. Мы от всего мира бы и хотели, чтобы каждая страна отстаивала свои национальные интересы. Было бы прекрасно, если бы Европа думала о себе больше, чем об американцах. Поэтому Китаю война точно не нужна. Та же ситуация с Тайванем нагнетается не Китаем. Китай совсем по-другому решает эти вопросы. Никогда в жизни никакой эскалации Китай не делал. Поэтому мы видим, кто это делает. Те, кто боится честной конкуренции. Те, кто привык на протяжении столетий жить за чужой счет. Либо разоряя какие-то страны, как Ирак. Кому принадлежат сейчас все нефтяные месторождения? Кто контролирует эту нефть? Мы же знаем. Кто за счет этого живет? Поэтому Китаю это не нужно. Китай хочет конкурировать. Вопрос, что кто-то не готов к этой конкуренции. Ни с Китаем, ни с Европой. И еще один момент. Почему Китай всегда будет поддерживать в этих вопросах противостояния Россию, пусть и тактично, аккуратно, по-китайски? По одной простой причине. Они прекрасно понимают, что цель конечной американцев – это Китай. Это прописано даже в доктрине национальной безопасности, Соединенных Штатов Америки. Что это их основной соперник. Они сейчас Европу ослабляют для того, чтобы с Китаем разобраться. И Китай не дурак. Они в эти сказки уже тоже никогда не поверят. Они будут вести свою политику, направленную на защиту собственных национальных интересов. А с Россией договориться с Китаем гораздо легче. Мы упомянули выборы в Америке. И хочется надеяться, что от них будет что-то зависеть. Но электоральные кампании на носу не только там. В Беларуси – это выборы депутатов и местных советов. И в России – выборы президента. Уже совсем скоро. На ваш взгляд, к чему должно быть готово общество наших государств? В этой очень и так непростой ситуации. Будут пытаться раскачивать ситуацию и в России, и в Беларуси. Будут пытаться дестабилизировать. Но есть несколько моментов. Первый положительный момент. Вот эти все события в отношении Беларуси и России, санкции. Необъявленная гибридная война. Они привели к тому, что население и в России, и в Беларуси сплотилось. Они же хотели нас расколоть санкциями, чтобы народ выходил на улицы. Чтобы все возмущались, чтобы была какая-то внутренняя революция. Они же мечтали, что вот сейчас мы введем санкции в отношении России и Беларуси. И народ свергнет там Путина. Народ пойдет против Лукашенко. А получилось наоборот. Когда люди увидели правду, как давят их страну, их лидеров, которые отстаивают интерес, они сплотились. Мы это видим и в России. Посмотрите, последняя попытка была вывести людей в поддержку этого Навального. Ну, там смешно получилось. Единицы, маргиналы. Люди уже не смотрят даже это. Потому что видят, что идет в отношении страны война. Это положительный фактор. Ну, а негативный фактор, это то, что понимая, что ни Беларусь, ни Россию военным путем не победить, на выборах никогда народ не поддержит вот этих экстремистов, радикалов, предателей, пятую колонну, ставка будет сделана на террор и экстремизм. Поэтому риск есть. Об этом говорил президент. Мы это видим из последних событий. Поэтому это надо понимать. И я думаю, что сил противостоять этому у нас достаточно. И второй немаловажный фактор, уже брать есть и политику, и внешний момент. Выборы мы должны проводить только для себя. Все надо забыть. Вот это переживание за оценку каких-то других стран. Какие-то наблюдатели со стран, которые ввели санкции. Значит, забыть про это надо. Вон, американцы проводят выборы, их интересует только мнение американского народа, и то не сильно мы видим. А мы должны проводить выборы только для своего народа. Только наш народ вправе что-то там говорить и оценивать. И это и России касается, и Беларуси. И никакой пятой колонны больше не должно быть. Все. Ни в России, ни в Беларуси. Вычистить раз и навсегда. Вот мы вычистили с 2020 года. Еще не до конца. Сейчас партии подчистим. 15 партий. Из них десяток работает на Запад десятки лет. Всех ликвидировать. Какие выборы им? Значит, они годами кормились в западных посольствах. И не работали лидеры нигде. И то же самое в России. НКО, фонды, и все лезут в политику. Даже общество защиты птиц в политику лезет. И все это идут деньги откуда-то. Поэтому для того, чтобы выборы проходили спокойно, два момента. Хорошая работа спецслужб. А второе, убрать внешний фактор с политики. Полностью убрать. А то, это же маразм какой был. В американском посольстве в Москве и Минске вывешивают маршрут для протестующих. Куда идти и как делать. Мы же в белорусском посольстве вывешивали когда-нибудь для американских протестующих, куда идти. Вот о чем вещь. Или давайте еще один момент. Хоть раз поляки спросили наше мнение о их выборах. Никогда. Меня, как депутата парламента, польский сенатор не спросил. Алексей Ильич, давайте признаемся, мы сами в этом виноваты. Мы сами виноваты. Мы хотели понравиться. Вот у нас было такое после развала СССР. Мы хотели быть как... Смотрите, мы такие же, как вы. Прекрасно. Особенно в 90-е годы. У нас наши чиновники, начало 90-х годов. Приехал Клинтон, ходит по площади Победы, и все радуются. Что вы радуетесь? И еще один момент. Приехал и молодец. Но когда начинали зазывать на выбор, оцените, посмотрите, дайте оценку. Вы еще один недослушный момент. Когда президент общался с российскими журналистами, он такую важную вещь сказал, мудрую. Зеленского везде хвалят на Западе, хлопают по плечу и целуют, обнимают. Он говорит, вспомните Горбачева, как его целовали и обнимали. За что? За то, что уничтожил страну. И вообще мы должны понимать, как только хвалят нашего президента в постсоветском пространстве, или говорят, какой он молодец, страна идет не туда. Если ругают, значит все хорошо. Вот Путина с Лукашенко ругают, прекрасно. Упаси Господь, что когда-нибудь их будут на Западе хвалить и говорить, что они молодцы. Значит, это новый Горбачев или новый Зеленский еще хуже, чем Горбачев. То есть это страшно. То есть они должны нас всегда ругать. Если они нас ругают, значит мы движемся в правильном направлении. Это касается и выборов, и всего остального. Потому что так история показывает. Как только они... Помните Ельцина? Аплодировали в Конгрессе США. Весь Конгресс США аплодировал Ельцин за то, что Россия стоит на коленях. Не надо, чтобы нам аплодировали. Я не хочу, чтобы Лукашенко когда-нибудь аплодировали в ОБСЕ или в Совете Европы. Аплодируйте своим этим там клоунам, которые ни один вопрос в Европе решить не могут. Ни с мигрантами, ни с войной на Украине. Уничтожайте Европу каждый день. Поэтому дай Бог, чтобы так было всегда. Как думаете, вот то, что сейчас действительно субъектность государства Европейского Союза, ну она очень низка. Скажу очень мягко, низка. Субъектность политических лидеров примерно так же. Но вот как по вашим ощущениям, вы же общаетесь в том числе и с коллегами своими, и с европейских стран. Пассионарность в Европе что, совсем выродилась? Есть политические силы, есть лидеры. Что нет людей, способных есть, есть, и проснуться. Предложить людям действительно здравую, адекватную повестку, за которыми пойду. Есть повестка. Посмотрите, вот у них как только появляется лидер, который даже не говорит о каких-то хороших отношениях с Россией и Беларусью, а просто говорит, что надо бы разговаривать, его сразу начинают уничтожать политически. Возьмите последние выборы в Молдове. Как только там избрали губернатора, который отстаивает интересы молдаван, а их интересы это торговля хотя бы с Россией. Куда это вино? Кому оно надо? Куда? Молдавия собирается продавать свои товары. Только в Россию. Они никому не нужны. Грузины сумели? Вот при всей политике Грузии сегодня грузинская власть, она каким-то образом балансирует и не разрывает отношения с Российской Федерацией экономически. Потому что это невыгодно грузинам. Поэтому в Европе такие настроения растут. Сколько времени это займет? Беда Европы в том, что она очень много отдала американцам и Великобритании именно в экономике. Кто стоит за этими политиками? Какие транснациональные компании? Какие финансовые группы? Кто эти финансовые группы контролирует? В этом беда. Но Европа, я уверен, проснется. Нет другого пути. И сильная Европа будет только вместе с нами. И это придет. Вопрос когда? Но мы ждать не будем. Мы будем заниматься собой. Хотелось бы, чтобы это все пришло как-то в нашей жизни еще. А мне бы хотелось, чтобы мы, как и сейчас, думали о себе. Нашим детям достанется то, что Европа к нам придет сама. Я в этом убежден. Или к нашему поколению придут. Я думаю, даже на нашей памяти мы это все увидим. Деваться ей будет некуда. Но я рад, что наши лидеры сейчас и наши страны заняты собой. Что мы сейчас, вместо того, чтобы ожидать, когда Европа проснется, развиваем экономику, развиваем связи в ШОС, в БРИКС, делаем ставку на те страны, которые сейчас хотят с нами сотрудничать, которые, между прочим, бурно развиваются. Потому что, если взять статистику, то 80% населения земли по количеству населения санкций не поддерживает. Американцы признают, что настроить мир против России и Беларуси не получилось. Не получилось. Даже возьмите последнее голосование в МОД, которое приняло антибелорусскую резолюцию в отношении наших профсоюзов. Международная организация труда. Международная организация труда, которая является структурой ООН. Казалось бы, антибелорусская резолюция. Но надо смотреть на нее по-другому. Сколько стран не побоялось в открытую поддержать Беларусь против этой резолюции? А это крупнейшие экономики мира, которые будут с нами работать. А сколько стран воздержалось от голосования? А это фактически поддержка Беларуси. Вот он, новый мир. Да, они резолюцию приняли, но те страны, которые голосовали против или воздержались, будут с нами выстраивать нормальную политику вопреки всем этим санкциям, резолюциям и всему остальному. Поэтому мы будем работать сейчас там. Мы не будем ждать, когда Европа проснется. Но президент это подчеркнул не один раз. Помочь бы им как-то. Мы никогда не отказывались от разговоров и контактов. Это первое. Второе. Мы никогда не позволяли себе ту риторику, которая не позволяет в отношении нас. И это наш плюс. Мы никогда такие вещи не говорили, что мы там захватим Варшаву, как они позволяют себе. Мы в Минск придем за три дня. Ну идите. Метро пройдете и не будет у вас никого. Но мы не говорим так. А третье. Они санкции, а мы безвизовый режим. Казалось бы, мы что слабые? Нет, мы сильные. Мы оставляем дверь открытую с одной стороны. А с другой стороны простые поляки-литовцы видят, какие мы. Мы получаем их симпатии. А есть хорошая пословица, ее придумал не я. Правители приходят и уходят, а народы остаются. Вот мы проводим политику как раз таки в интересах будущего, которое все равно будет. Поскорей бы. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова